Своих собственных сапёров, как по расписанию, трижды за неделю у калитки дома и по вечерам встречает маленькая Ева. Звучит уж точно не по-детски Международный противоминный центр вооружённых сил России. Ещё и в форме, касках, масках и разгрузках, а она всё равно их сразу без ошибок узнаёт, где дядя Артём, а где её любимый дядя Миша. Он у меня самый любимый, дорогой, единственный, незабываемый в мире. Есть такое выражение, как «сын полка», а это получается как дочь полка. Работали мы здесь на мосту, мы по разминированию в станете. Она сзади подбежала ко мне, я даже не понял, сперва обняла, я вниз посмотрел, смотрю, ручонки маленькие снизу. Она начала это благодарить за нас, что мы приехали, помогаем им, в помощи во всём. Запомнил её чисто её по глазам. По глазам и блокпостам. Военные искали девочку полторы недели. Нашли в посёлке, освобождённом от киевских силовиков. С тех пор и навещают с гостинцами, игрушками или просто так, ради горсти сорванной клубники, за которой здесь, впервые не боясь обстрелов, для своих друзей ухаживает Ева. Я уже сиделась там в этом подвале, я очень ждала русских. А вы что плачете? Плачусь, рады. Рады, что они к нам пришли. Что перестали у нас тут стрелять. Я не могу это передать словами, до какой степени я рада вообще ребят видеть. Я не могу больше. Очень ждёт. Мы все очень ждём. Мы всегда ждали. Мы 8 лет ждали. Правда.